Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казынцева. Преподобный Савва Старожевский является одним из самых любимых нашим народом святых. Его почитают как великого подвижника и молитвенника, как наставника монашествующих и скорого помощника в скорбях. И, наконец, как мудрого домостроителя, внесшего весомый вклад в отечественную историю. Будучи учеником преподобного Сергия Радонежского, святой Савва воплотил в себе лучшее качество русского человека, всецело преданного Церкви и искренне любящего свое Отечество. О святой жизни и подвигах угодника Божия рассказывают две книги, которые предназначены для нашей юной аудитории. Подробнее об этих книгах – далее в нашей программе. Первая из книг под названием «Преподобный Савва Старожевский» вышла в свет в издательстве Московской Патриархии в серии «Святая Отчизна». В этой книге, которая предназначена для детского и семейного чтения, рассказывается о звенигородском чудотворце, который одним из первых пришел на гору Маковец в Троицкую обитель преподобного Сергия Радонежского. Из этой книги читатели узнают, как и по чьей просьбе преподобный Савва основал монастырь недалеко от Москвы, какие подвиги нес во время своей земной жизни, какими посмертными чудесами прославился. А о том, как все начиналось, автор Тимофей Веронин рассказывает так. «Жил-был на свете человек. Как его звали, сколько было ему точно лет и где он родился, этого мы вам не скажем, потому что не знаем. Знаем только, что жил он на русской земле в тяжелые времена татарского ига. И когда он был еще молодым, оставил свой дом и родителей и ушел искать счастье. Долго шел юноша мимо бедных деревень и небогатых городов, которые знали татарские набеги и пожары. Шел темными лесами, плыл быстрыми реками, искал счастье, а все больше видел болезни, разорения и скорби. Был он молод, силен. За один день проходил полсотни верст. Где попадалась какая работа, брался за нее. Надо сено погрузить, в четверть часа все готово. Дров наколоть вдове, и это в два счета. Так и шел. Кто за труд краюшку хлеба даст, кто щами накормит, кто ночевать оставит. У каждого встречного спрашивал юноша, нет ли у них счастья. Какое у нас счастье? Куда нам? Счастье у князя живет. Сходи вот в Москву, там спроси. Вздыхали люди. Но когда добрался путник до Москвы, он понял, что и тут счастья нет, и пошел дальше. Пробирался он лесами. И однажды сел передохнуть у ручейка, который весело серебрился у подножья горы. Высоко в гору забирались мощные ели. Кое-где кривились могучие старые березы. На вершине лесистой горы он увидел какие-то строения. Это был монастырь преподобного Сергия Радонежского, где и обрел юноша счастье. Он стал учеником преподобного Сергия, монахом Савлой. Как рассказывает автор, с трепетом принял постриг юноша. Когда игумен нарекал ему новое имя, сердце забилось по-особому. Новое имя — новая жизнь. Жизнь рядом с отцом Сергием, рядом с чудом, рядом с Господом, а значит, счастливая жизнь. Быстро прошли годы в трудах и молитве, в благодатном окружении. Но вот пришел печальный и светлый день, когда преподобный Сергий Радонежский предал душу Богу. Отец Савва был избран управлять обителью, когда преемник Сергеев, преподобный Никон, пожелал уединения. Но спустя годы судьба заставила преподобного Савву покинуть родные стены монастыря. А почему, дети узнают из этой книги. Последние годы жизни преподобного Саввы прошли в обители, которую он сам устроил на горе Стороже. Именно здесь отец Савва нашел счастье. Счастье это было именно там, где указал некогда преподобный Сергий — глубоко в сердце. Сердце, которое научилось любить и молиться. И легкая душа с радостью припала к стопам Спасителя там, в незримых просторах небес. Но не забыл преподобный Савва тех, кто остался на земле. Проходили столетия. Они несли России испытания различные, а вместе с тем ее славным обителем, в числе которых и Савино-Сторожевский монастырь. Так, например, в 1812 году многие русские селения и храмы были разорены французами. Этой участи ждала и обитель преподобного Саввы. Но сам звенигородский чудотворец встал на ее защиту, явившись пасынку и наследнику Наполеона Бонапарта, генералу Евгению Багарне, в дни захвата французами с Венигорода и Москвы. Святой Савва сказал генералу, «Не вели войску твоему разорять монастырь, особенно уносить что-нибудь из церкви». И, как повествует автор, мягко и ласково звучал голос старца. В нем не было угрозы, а была просто просьба. «Если исполнишь», — добавил он, «Бог сохранит тебя. Возвратишься в свое Отечество целым и невредимым». Ранним утром Евгений Багарне был уже в соборе, где с иконы преподобного Саввы над гробницей на него также ласково и серьезно глядел ночной гость. Принц приказал опечатать собор и приставил к нему стражу, исполняя повеление преподобного. Монастырь не сильно пострадал от французов, а принц Евгений счастливо вернулся на родину. Спустя несколько лет у него родился сын, который потом стал мужем русской царевны Марии Николаевны. И старожевские монахи с удивлением видели, как знатный европейский принц, родственник самого государя, приезжал к преподобному и стоял на коленях перед гробницей старца. Рассказы об этом и других чудесах наши юные читатели также найдут на страницах этой книги. А другая из представленных книг также рассказывает о святом Савве, но рассказ этот ведется в стихотворной форме. Издание приурочено к 20-летию возрождения Саввина-Сторожевского мужского монастыря. Стихи о преподобном Савве написал известный российский писатель, поэт, член Союза писателей России, лауреат литературных премий Петр Алексеевич Синявский. В частности, уже о посмертных чудесах святого автор пишет так. «С ангельским нимбом, сойдя с облаков, сквозь вереницу лет и веков, он, государя России Тишайшего, смог оградить от медвежьих клыков, спас от роднений французского принца и породнил его с русским царем, и не позволил снарядам фрица зверствовать рядом с монастырем. Просторожевские чудотворения ходят по свету за вестью весть. Не перечислить все исцеления, все выразумления не перечесть. Савва Святой в почитании и славе дарует свет дочерям и сынам. В нашей любви к преподобному Савве отзвук любви преподобного к нам. Он созывает нас голосом звонницы в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Значит, молитвы савинских чад ныне и присно не отзвучат». Мощи преподобного Саввы Старожевского, впервые обретенные в 1652 году, в годы лихолетия XX века разделили судьбу многих святынь России. Они были изъяты из обители и вывезены в Москву, где следок затерялся. Казалось, святыня утеряна навсегда. Но милостью Божией мощи преподобного сохранились и в августе 1998 года вернулись в родную обитель. Так появился еще один престольный праздник, вошедший в церковный календарь как день второго обретения и перенесения честных мощей преподобного Саввы Старожевского. Об этом также говорится на странице книги «Преподобный Савва Старожевский». Дорогие друзья, эти книги и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами прощаюсь и, как обычно, желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова